Все боятся заболеть коронавирусом, но если болезнь уже настигла, остается только ждать, когда ты переболеешь. И, к сожалению, не всем везет перенести ковид в бессимптомной или легкой форме. О том, как лечат в новом рингу и тех, у кого болезнь приняла уже опасный для здоровья оборот, расскажем в сюжете. Я многодетная мама, у меня трое детей. То есть, всякие, знаете, городские мероприятия, лыжи, тюбинги, то есть, всегда спорт. У меня нет хронических заболеваний, и так тяжело заболеть. То есть, все просто в шоке, как это, Катя, ты так. Я говорю, это не застрахован никто. Ни здоровый образ жизни, ни возраст, ни спортивное телосложение не гарантируют человеку, что он не окажется на больничной койке с диагнозом ковид-19. В новом рингу для пациентов с коронавирусными осложнениями построили новый инфекционный госпиталь. И каждую неделю там спасают десятки жизней. Лечить новоуренгойцев приехали специалисты со всей России. Одна из них, Анастасия Худякова, приехала из Тюмени. Говорит, что отчаиваться не надо никогда. На ее практике выздоравливали люди с очень серьезными осложнениями. Об одной такой пациентке с поражением легких более 70% она рассказала нам в интервью. Она поступила к нам 14 июля. Поступила с высокой температурой, отдышкой выраженной. Начали лечение. К сожалению, произошло ухудшение. Возможно, это потому, что она была не прилита. Это пациентка Екатерина. В больнице она провела 23 дня, но начиналась ее история болезни как простое ОРВИ. Все стандартно. Вызвала врача, лечились дома, но симптомы не проходили. Я вызвала терапевта повторно. Терапевт уже, когда меня послушал, посмотрел, конечно, говорит, что-то у вас с легкими не то. Езжайте в приемное отделение. Мне сделали сразу КТ, обнаружили 28% поражения. Екатерину положили в больницу и начали бороться с болезнью. Но улучшения очень долго не наступали. Поражение росло каждый день. Врач приходила, настраивала всегда, успокаивала, что вы не расстраиваетесь, вам хуже. Да, конечно, от этих слов, то есть поражение было 50, 60, до 70 с половиной. Мы с ней были на связи 24 часа в сутки. У нее был мой телефон, она мне всегда звонила. Подбирали лечение, консультацию с клиническим фармакологом, консультацию с заведующим отделением. Это постоянно происходило, поэтому достаточно тяжелое было течение, и лечение подбирали индивидуально. Многие больные не сразу осознают серьезность своего положения. Не хотят слушать врачей, соблюдать рекомендации. Но без включения самих пациентов в борьбу за свое здоровье, надеяться на положительный результат сложно. Врачи, в свою очередь, тоже стараются не только лечением, но и словом помогать своим подопечным. Приходили, говорили, Катерина, нужно бороться, покушайте, пожалуйста. Утро, вечер, ночь, даже ночью приходили, Катя, как там кислород? Есть пациенты, кто поступает, может, и 24%, они уже изначально настроены, что все будет плохо. То есть, если пациент настроен бороться, мы с Екатериной Алексеевной боролись вместе и все побороли. Проведя почти месяц в больнице, Екатерина пережила три серьезных приступа. Не хватало кислорода. Сложно было все время лежать неподвижно, все 23 дня, но ведь от этого зависела жизнь. А когда болезнь наконец отступила, то снять кислородную маску и самой задышать полной грудью тоже оказалось страшно. Было страшно, когда врач пришла, сказала, Екатерина, садимся, снимаем кислород. Учила меня сидеть, стоять, немножко ходить. Было страх, как бы все у нас в голове, что я сниму кислород, а как я? Я сейчас сделаю шаг, два я, наверное, не смогу. Так постепенно началось возвращение к нормальной жизни. Но получить хорошие анализы – это еще не конец борьбы с болезнью. Победив коронавирус, пациенты начинают новый этап – этап восстановления. И здесь, конечно, тоже понадобятся и силы, и терпение, и позитивный настрой. Конечно же, тяжело дышать, когда много говорю, особенно громко, но и когда много хожу. Процесс восстановления мы с вами здесь обсуждали. На одного врача приходится около 20 пациентов. О каких-то графиках работы и отдыхе речи просто нет. Сейчас в нашем городе наметился небольшой спад заболеваемости. И врачи просят горожан не расслабляться, а наоборот сделать все возможное, чтобы это небольшое снижение статистики превратилось в настоящий тренд на стабилизацию эпид-ситуации. А для этого необходимо соблюдать всем давно известные правила. Носить маски, мыть почаще руки и все же задать себе вопрос о возможной вакцинации. Юлия Димитрадзе, Феликс Россихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.